Вперед! Вперед! За Тосно! Вперед! 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 Волгарь! Волгарь! Вперед! А чего вы нам не привезли рыбки с Астрахани? И edible! Не гляджу вас, ну не стыдно! Замечка!!! Обо Queen Boire Николай 90-х Ищут На полной Крыс Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Волгань, Волгань, Волгань Волгань Вперёд! Только, тоста, только победа! Давай, беги! Иллюзий! Довdepо! Поехали! Иллюзий! Иллюзий! Это исторический мистер на заветах, Иллюзий! Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Потому что, видимо, что есть спад наша игра, особенно в последние наши игры. И нужно искать конкретную причину, точную причину. Потому что, если так продолжим, еще хуже, наверное. Я понимаю, что это очень сложно в этот год, в этот шампионат. Мы не только проиграли сегодня, но не ожидали такая игра в нашей команде. Просто не понимаю, почему так плохо наша команда выглядела. Вас удивило чем-то «Волгар» команды соперника? «Волгар» играл очень просто, очень просто даже могу сказать. Я еще раз повторяю, мы здесь играли против очень сложной команды. Даже если хочется один пример. Команда «Вшеник», с которой мы играли, один удар по вороту били. Мы были хорошо организированы, когда противниковой команды был в мяч. Просто не узнаваемой команды. Не понятно. Три игры из последних пяти, в завершении летней и осенней части сезона, команда проведет в Санкт-Петербурге. Скажется ли перемена именно географии выступления на команде, как Вы полагаете? Посмотрим. Посмотрим. Там даже, где мы будем играть, мы не тренировали. Не знаю, в какое поле мы будем играть, при каких условиях. Сегодня были еще по матчу перестановки, несколько перестановок в связи с выходом новых игроков. И в конце матча номинальный защитник Николай Зайцев был в атакующей мощи. Это как необходимость что-то, какие-то коррективы внести? Нет, просто мы проигрывали, да. Мы проигрывали крупный результат, 3-0 в счет. Забили гол, оставались там 20 минут и просто так рассчитывали на какие-то хаотичные действия. Атака с длинной передачей. То, что точно так, как команда не умеет играть, точно так начинали играть. С длинной передачей, оборона. В атаке ничего интересного не получилось. Такая игра, то есть. Коллеги, есть вопросы? Николай, удачи в следующих матчах. Спасибо. Ну, сегодня Астраханский Волгарий. Я играл здесь в Тихоне с командой Тосна. Ну, дело в том, что, как бы, здесь, получается, что, как бы, закрывался футбольный сезон для Тосна. Потому что следующие два матча Тосна будет проводить уже в Санкт-Петербурге, на Средине Петровске. Ну, вот, получилось, как бы, такое, ну, скажем так, печальное расставание с Тихином для футбольного клуба Тосна. Хотя, до этого Тихвин играл здесь, футбольный клуб Тосна играл здесь в Тихине восемь матчей, семь побед и одна ничья. Десять мячей забитых, два пропущенных. Поэтому, вот, Астраханскому Волгарю здесь удалось забить в два раза больше. Удалось забить четыре мяча. Ну, наверное, вряд ли сами и Тосна ожидал, что так вот в первом тайме уже счет 3-0 будет. Ну, там просто были такие два прохода по лему флангу Ивана Сулукьяновса и хорошие удары по воротам. Ну, и Бронимир Петрович, наш, то есть, оба легионера, Иван Сулукьянов, легионер, он забил сегодня два мяча и Бронимир Петрович тоже такой. Дальний удар сильный получился под перекладину. И уже 3-0, в принципе, в первом тайме уже было бы, как бы, ну, практически все ясно. Хотя, как бы, вот, на пресс-конференции Юрий Фарзунович Газаев, главный тренер Волгаря, так сказать, он говорил, что у него была опасность, что Волгарь может немножко сбавить темп и, как бы, ну, немножко расслабиться. Так получилось, что когда забили футболисты Тосна, забили первый гол, тут же был момент, когда могли и второй забить гол. Но тут, как бы, немножко не повезло футболистам Тосна, а затем вот штрафной в исполнении Сергея Терехова, я думаю, тут и болельщикам понравился этот гол. Хоть он забит в ворота их любимой команды, но, тем не менее, удар был в девятку, в дальнюю штангу, это просто было очень... Ну, рядом с дальней штангой, то есть в дальнюю девятку был гол, и поэтому я думаю, что болельщикам понравился этот гол. Ну, и то, что когда уходил Иванс Лукьянос, то, что болельщики его провожали аплодисментами, хотя он забил два гола в ворота их команды, но, тем не менее, вот, Иванс Лукьянос удостоился аплодисментов от местных болельщиков, это, конечно, дорого стоит. Ну, вообще, перед этим матчем у Волгаря была серия неудачная, четыре матча, три поражения и ничья. Одно очко все было в четырех матчах, тем более в предыдущем туре поражение от Томи на своем поле 1-3, ну, а Флбэн Куптоссон тоже два матча проиграл в Кубке России Кубани и проиграл Волге 1-3. И поэтому тут, как бы, получилось так, что обе команды, как бы, ну, были в роли раненого зверя, то есть, как бы, очки были нужны тем и другим, но вот повезло. Волгарю, ну, я думаю, что абсолютно по делу, абсолютно заслуженно победил Волгарь. То, что, вот, были, в принципе, в первом тайме был сделан задел и, как бы, удалось сохранить, удалось сохранить эту победу. Ну, Тосно, это вообще открытие вообще в российском футболе. Все началось с ихней уже ставшей легендарной победы над Спартаком в Кубке России в прошлом году. И вот команда из второй лиги вышла в первую и сейчас решает самые высокие задачи, то есть, нацеленный выход в премьер-лиг. Поэтому хочется пожелать этой молодой, симпатичной команде успехов, чтобы команда решила поставленные свои задачи, потому что игра в команде есть, ну, просто сегодня, как бы, был не день Тосно. Сегодня был день Волгария. Ну, вот, закончилась игра Тосно-Волгарь. Команда завершила выступление на домашней арене на стадионе Кировец. Команда теперь будет принимать на малой спортивной арене стадиона Петровский. Ну, и вновь, как после матча с Балтикой пошел снег, но футболистам это не помешало. Сыграли без снега, а потом, вот, получается, погода в Тиховине все-таки дарует нам такие осадки. Ну, что, хотелось бы пожелать хорошего настроения в эти праздники, которые сейчас отмечает наша страна. День Согласия и Примирения, вне зависимости от результата сегодняшнего матча. Всем, короче, пожелать хорошего, бодрого, оптимистичного настроения. Ну, и, соответственно, тем, кто в дороге, будьте аккуратнее, потому что погода такая. Всего хорошего. Ну, и до новых встреч. Увидимся на футболе, как всегда.